Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря два отчета, на которые можно обратить внимание, но рассчитывать на какую-то волатильность точно не стоит, потому что эта статистика уже не такого порядка, как данные, которые мы разбирали в прошлые дни. В 13.15 по GMT ждем данные по промышленному производству США. В 14.00 Мичиганский индекс потребительских настроений и доверия. Индекс доллара текущей котировки 103.10. В соответствии с нашим прогнозом американская валюта нашла достаточное основание для роста. Покупатели все-таки проявили себя и вот под конец недели снова вернули индекс свыше 103 пунктов. Я практически уверен, что это только лишь начало восходящего движения, потому что тот рост, который мы уже имеем возможность наблюдать, он опирается на конкретный фундаментальный фон и прежде всего на снова изменившиеся настроения на рынке касательно будущих изменений американской монетарной политики. Мы анализировали данные по инфляции, основной индекс потребительских цен, базовую инфляцию, промышленную инфляцию. И на основании всех этих релизов, которые вышли уже сейчас, опираясь на факты, на конкретные цифры, можем сказать то, что инфляционные риски, они не просто сохраняются, они в каком-то формате уже стали причиной усиления общих показателей инфляционного давления. Основных показателей инфляционного давления, имеющих принципиально значение для американского регулятора при пересмотре, либо обсуждении, пересмотра, изменения той политики монетарной, которая проводится. Не будем, наверное, сейчас вспоминать последние данные по основной инфляции и базам индексу потребительских цен. Важно отметить отчеты по промышленной инфляции, которые вышли вчера. В годовом выражении показатель вырос с 1 до 1,6%. Это не оговорка, это действительно безумный рост промышленного сектора в плане изменения цены. Это, безусловно, все будет перекладываться на конечные плечи потребителей, может подстегнуть усиление инфляции и тех показателей, к которым мы уже привыкли. Базовый индекс потребительских цен прогнозы предполагали снижение этого показателя, но по факту остался он на том же уровне 2%. И именно снижение базового показателя промышленной инфляции – это наиболее тревожный сигнал, точнее, сохранение показателя на неизменном уровне. Сигнал для американского регулятора, что в целом текущий уровень ключевой процентной ставки 5,5%. Он обеспечил, да, значительный прогресс в ослаблении инфляционного давления. Но сейчас инфляция застопорилась и, может быть, нужно что-то большее. Ну, безусловно, мы не говорим о возможности еще одного повышения процентной ставки. Но нечто большее можно подразумевать, что американский регулятор сохранит текущий уровень ставки гораздо более длительные периоды времени. Еще релизы, которые вышли вчера, это первичные заявки на пособие по безработице. Это сектор рынка труда, тоже очень важный, очень важная отрасль для Федрезерва в принятии решения по ставке. И напоминаю вам снова то, что для Федрезерва только лишь серьезные проблемы в этом секторе могут стать основанием для того, чтобы раньше перейти к смягчению экономической политики. Но, судя по релизам, которые мы получаем, даже уже не первый месяц, там не пахнет каким-то унынием, скажем так. Рынок труда прогрессирует и вчерашний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице. Их рост до 209 тысяч обращений. При этом прогноз предполагалось повышение на 218 тысяч. То есть фактическая цифра лучше. И снова делаю акцент, что пока общий показатель первичных заявок за неделю держится ниже 220 тысяч, это для нас основание говорить о том, что все неплохо с данным сектором американской экономики. Рынечная продажа здесь тоже прирост на 0,6%. Хуже, чем прогнозы, но гораздо лучше, чем два месяца назад, когда был зафиксирован спад на 1,1%. И чтобы, друзья, вам доказать, что эта статистика убедила покупателей не отпускать доллар и попробовать предпринять еще одну активную попытку заточить его повыше, у нас есть FedWatch Tool, который подсвечивает как раз вероятность изменения ставки в ближайшие месяцы. Мы уже сразу ориентируемся на июнь, потому что до июня точно ничего не произойдет. Вот буквально вчера до выхода статистики вероятность снижения ставки была 67% в июне. Сейчас это уже 54% минимум середины прошлой недели. Десятилетки снова улетели в район 4,3% и, конечно же, рост доходности трежери стал попутным ветром для американского доллара дополнительным. Ждем дальнейшего роста американской валюты, готовимся к следующей неделе, к новым релизам и дополнительным фактором поддержки для покупателей. Золото 2164 доллара за тройскую унцию еще один акцент на 10-летний трежерис. Не может быть так, чтобы при таком восходящем ралли золото тоже развивалось, развивало восходящую динамику. Поэтому снижение остается в приоритете. Я не то чтобы призываю вас рассмотреть возможность для шортов. Я все еще настаиваю на том, что из-за очень высокой волатильности этого актива лучше вообще его оставить пока что в покое. Но те из вас, кто ищет точки для входа, уровни, смотрит направление и пытается поделить ориентиры, при таком фундаменте золото может оказаться ниже отметки 2150 долларов за тройскую унцию. Евро против доллара здесь тоже снижение в соответствии с прогнозом, уже ниже отметки 1.09. Фактически котировки 1.0874. Главный экономист Европейского центрального банка Филипп Лейн накануне отметил, что существенный прогресс и ослабление инфляции. Мы об этом знаем. Мы помним даже прогнозы Европейского центрального банка, что инфляция снизится в этом году до 2,3% против прошлой оценки снижения до 2,7%. И на этом фоне Филипп Лейн считает, что рынок недооценивает количество действий, раундов смягчения экономической политики, на которые может пойти Европейский центральный банк. Если придраться, то можно между строк почитать возможный акцент на вероятность смягчения политики раньше, чем ожидает рынок. То есть раньше июня. И я полностью за эту идею. Я ее много раз уже вам озвучивал, что при текущих проблемах в еврозоне экономику нужно стимулировать. Нужно создавать больше дешевых денег. Нужно стимулировать рост рынка потребительского критования. Это невозможно при текущем уровне ключевой процветной ставки. Я за дальнейшее снижение европейской валюты. Пара фунт-доллар 1,2735. Все надежды на то, что британскую валюту смогут поддержать предстоящие отчеты, которые мы ожидали, но они уже в прошлом, в рамках этой недели, эти надежды не увенчались успехом, потому что даже данные по ВВП на рост британской экономики на 0,2% фунт проигнорировал. Я считаю, что теперь основным драйвером рынка будет, конечно же, доллар и не нужно бодаться с потенциалом роста американской валюты. Эту сделку лучше закрыть. Доллар иена. Мы наконец-таки снова выше отметки 148. Фактически котировки 148.35 и снова нацелены на движение в районе 150. Есть тревожный сигнал. Он заключается в том, что профсоюзы и бизнес согласовали повышение заработных плат на 5,9%. Это максимум за последние 30 лет. И да, это может стимулировать рост инфляции и обеспечить стабилизацию индекса потребительских цен в районе целевого ориентира 2%. Но как на все это отреагирует Банк Японии, еще неизвестно. В начале следующей неделе состоится заседание Банка Японии. Я предлагаю дождаться, рискнуть и все еще ориентироваться на то, что пара доллар иена может вернуться в район 150. Американский фондовый рынок S&P 500, 5211 пунктов. Небольшая коррекция, но все равно мы держимся на исторических максимумах. Пока еще рано отпускать и оставлять в покое этот, казалось бы, перекупленный инструмент. Но фондовый рынок демонстрирует явно устойчивые бычьи ралли и полагает, что тренд в ближайшие дни вряд ли изменится. Биткоин 67 тысяч, коррекция после обновления очередного исторического максимума. После того ралли, которое мы видели, наверное, сейчас говорить о том, что это было маловероятно, не стоит. Это было логично. И любой нормальный тренд – это борьба покупателей и продавцов. То, что сейчас идет коррекция, это вовсе не разворот, учитывая тот фундаментальный фон, который сложился. Я много раз вам его озвучил. Я думаю, что биткоин после коррекционного отката снова вернется выше 70. Тем более, что приток институциональных инвесторов в биткоины ТЕФ и продолжается. Он бьет рекорды. Каждый день покупаются через эти фонды более чем по 3,5 тысячи биткоинов. Это больше, чем майнится сейчас ежедневно. Спрос существенно превосходит предложение. И чем больше сейчас покупается этих криптовалютных активов, параллельно с тем, что майнеры продолжают придерживать их, не реализуя на биржевом рынке, растет вот этот дефицит, о котором много раз уже говорил. И сейчас он уже, в общем, предложение в свободном доступе минимальное за последние 5 лет. Это может отправить биткоин на новый максимум. Их собственных будем ждать. Друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание и хорошего закрытия недели. Всем пока.